О блуднице и о фарисее. Лука 7.37.665. Во Святой и Великий Четверг. Бог, как человека любит, всегда дает грешникам время для покаяния, но беззаботный человек нерадением своим губит свою душу. Из-за любви к суетному, земному и временному он лишается наслаждения небесных благ, поставленный от Творца и Бога царем и господином всего. Он делается рабом греха из-за мирских страстей. Не познали, не разумели, во тьме ходит, говорит Давид, отделающих подобное. А Христос, имея в виду подобных грешников, говорит, не идет к свету, дабы не облечились дела его, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. И в другом месте говорит, да коли свет имеете, ходите во свете, чтобы тьма не объяла вас. И опять, я пришел в мир. Да не погибнут люди, но да имеют жизнь. И опять, не пришел, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. И опять, душу мою полагаю за овец. Услышав эти слова, подобно аромату, всюду распространяющиеся и всем достойным доставляющие благоухание жизни, блудница тотчас пришла к сознанию своих дурных дел, задумываясь над ними, оплакивая тот позор, какой над ней из-за них пяготеет. И представляя себе, какие бедствия готовятся ей за них в будущем, великое ведь мучение и мучение скорбь ожидает там блудница. Убоявшись, этого блудница исправилась, и уже не оставалась более блудницей, но тотчас сделалась честнее девы. Сама она в собой произнесла на суд и, осуждая себя, говорила, увы, грешница, увы, блудный, доколе не отстану я от злых дел. Почему не подумаю о милосердии Божьем? Ведь ради меня, заблудшей, как овца, владыка обходит все пути. Ради меня преклонил он небеса и сошел. Ради меня обедает вместе с грешным фарисеем тот, кто дает пищу всей твари. Грешнику приближается безгрешный, разделяет с людьми трапезу, питающую всех. Возлежит на земле тот, кто носится на херувимах и охотно уступает всем грешникам рукописание грехов их. Что же ты медлишь? Будь смелее, душа, припади к нему. Он пришел не праведных спасти, а грешников. И когда она сказала это, тотчас от трапезы, за которой возвежал Христос, донеслось до нее благоухание, прощение. До нее, бывшей блудницы, а теперь целомудренной, некогда зверя, а теперь овцы, некогда рабы греха, а теперь свободной, благодаря покаянию, некогда блудница, а ныне честной, всей душой отдаваясь его заступничеству, она приходит теперь к нему. Увидев Господа за трапезой, не просит она, подобно Хананьянке, крупиц, падающих со стола, но самый хлеб жизни весь обхватывает своими руками. Ведь Хананьянка просила обесновавшейся дочери, и, услышав, что ее называют собакой, просила хоть крох, а у этой не дочь бесновалась, но все тело ее было одержимо пороками. Хананьянка кричала во всеуслышание, «Помилуй меня, сын Давидов!» Блудница же не кричала, но видя, что Господь, как Бог, все знает, сохраняя молчание устами, сердцем говорила ведущему сердца, с плащем целовала ноги его, и таким образом подвигла Господа на сострадание. «Я хотел бы, братья, исследовать душевное движение этой мудрой жены, и показать вам, как принял ее Христос, и как воссиял свет омраченной душе». Давид предрек о Господе, что Он прекраснее сынов человеческих, и действительно, Он прекрасен, и не только прекрасен, но и любитель прекрасных. И о блуднице это, еще прежде, чем она пришла к Нему, Он знал, конечно, что она имеет благое расположение души. Впрочем, если угодно, выслушаем слова самого Евангелия. «Когда возлежал Иисус в доме фарисея, услышала об этом в городе одна грешница, и, взявши драгоценное миро, она пришла в дом фарисея и помазала ноги Иисуса миром, омыла их слезами и отерла волосами. Велико усердие женщина, велико стремление ее к спасению, велика решимость души, желающей освободиться от опасностей. Услышала и поспешила, обратила мысль свою к покаянию, говоря сама себе, «О, душа грешная и жалкая, что медлишь, чего ожидаешь? Ныне время благоприятное, ныне день спасения. Настало время, какого ты ищешь. Здесь тот, кто разрешает и очищает, и изглаждает грехи. Вот мира, доколе тебе оставаться в грехи и зловонии? Пойди к нему, ведь он ради тебя и пришел. Оставь прежнюю суетность и возжелай того, что ныне прекрасно, то мерзко, а это вожделенно и вечно. Отвергни свое прежнее душевное расположение, умасти миром сотворившего мира, ублажи его, хотящего тебя спасти. Ты найдешь в нем возлюбленного, превосходящего всех любовников, которых ты прежде имела. Лобызая всех, ты все глубже и глубже погрязала во грехах, а лобызая этого, ты из-за прежней грехи твоей, которая нажила с теми, получишь от него прощение. Под влиянием таких мыслей она входит в дом, продолжая рассуждать сама с собою. Я отвергаюсь прежних зол, потому что нашла новое благо и стремлюсь к ним. Я отрицаю зла и сосчитаюсь с добром. Слышал я слова Давыда, приступите к нему и просветитесь. А сам Господь говорит, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Якова 4.8 Вот я и приближаюсь к Богу с трепетом, как грешное к безгрешному, нехистота к миру, но поруха его благоутробия служат его собственные слова. Придите ко мне, все грешники, и я успокою вас. Вот я и прихожу, и он не отвергает меня, не говорит мне, пойди, просит меня, грешница. До сих пор ты проводила время во тьме, а теперь пришла смотреть на меня, солнце правды. Впрочем, что же мне смотреть? Возьму мира я и пойду к нему. Сделай дом фарисея местом просвещения и в потоках слез приготовлю себе купель и заловастровом мира. Приму печать верных на теле, покаянием очищеных грехов моих и исцеляющим словом его избегну и сетей дьявола. Мне нет повода отчаиваться в своем спасении. И в Ветхом Завете раз блудница имела греховное жилище при городских воротах. Но оказав гостеприимство соглядатаям израильским, она в награду за гостеприимство получила жизнь. Спавший я Иисус на вин был образом истинного Иисуса. Прекрасную награду воздал Иисус на вин блуднице за соглядатаев. И если тогда имя Иисуса доставило блуднице спасение и прощение грехов, то теперь истинный Иисус, зевственник и от девы, блудницу, исполнившую долгостеприимство и помазавшую ноги его миром, может ли оттолкнуть и не дать ей прощения грехов? Но там Рааф отпустила соглядатаев. Я же держу того, кого возлюбила, не как соглядатая города, по примеру той, но как посетителя всех душ человеческих. Вот когда, как я сказала раньше, настало время, которого я желала видеть, воссиял мне день и солнце правды, и лето приятное от Господа, и великое посещение от Бога. Поистине посетил нас Восток свыше, воссиял сидящим во тьме и сене смертной. В доме Симона находится Господь в настоящее время. Пойду к нему. И что сделаю? Буду рыдать, как Анна некогда рыдала о своем бесплодии. Но не сочтет ли и Симон меня пьяной, как некогда Анну, первосвященник Ильи? Нет, лучше я буду проливать слезы у ног Христа и молиться в сердце, так и сделаю. 668. Вера блудницы соответствовала ее чистому порыву. Она пошла к торговцу благовонными маслами и стала говорить ему, «Так как здесь находится великий друг мой, преимущественно перед всеми сынами человеческими, то дай мне мира, если имеешь достойное его, чтобы я могла достойно воздать достойно возлюбленному мною, воспоминавшему сердце мое и утробу. Что касается цены, я ничего не пожалею для уплаты тебе. Если понадобится, я готова продать и отдать себя и с телом, и с костями, чтобы хотя малое, что я имею, принести тому, кто хочет меня очистить. А торговец, видя теплоту ее веры и расположение души, говорит ей, «Скажи мне, кто тот, которого ты любишь, что любовь твоя столь пламена, что может дать тебе он за такое мира?» Она же отвечала ему, «Что говоришь ты, о человек, не знаешь, не ведаешь, что ты сказал? Он может дать мне взамен мира то, чему равного по цене никогда, никто не может дать, ни небо, ни земля, ничто, ничто в этом мире не сравнится с тем, что получу. Ты считаешь меня ничтожной? А он, как человека любит, удостоил освободить меня от грехов. Он сын Давида в поплоте. Вот почему он так и прекрасен. И о нем говорил Давид, прекрасней всех сынов человеческих. Он сын Божий. Я не видела его, но услышав о нем, была уязвлена любовью к нему. Мелхола, дочь Саула, полюбив Давида, оставила царский дворец и последовала за ним, бедным. А я собственное богатство продаю, хотя и приобрела его дурным путем, и покупаю мира, и прихожу к сыну Давидову, ради меня обнищавшему. И взявши мира, верная блудница, побежала в дом фарисея, как назов. А фарисей, видя блудницу, обнивавший ноги Иисуса и помазывающий его миром, и весь дом свой, наполнившийся благоуханием мира, рассуждал сам с собою и говорил. Луки 7,39 «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». И для разновения блудница он порицал, что она бесстыдно приблизилась и прикасается к нему, и на самого Господа негодовал, что он без всякого сомнения принимает всех приходящих к нему. Убедившись через это в его неведении, он говорил сам себе, «Вот так дела. Я пригласил его на обед как одного из пророков, а он этой блуднице, которая известна всем обитателям города, который всякий знает, не узнал. Если бы он был пророк, он видел бы, какая это женщина». Но Господь, испытывающий сердца и утробу, видел мысли фарисея, и так как мысли его были в смятении, то Господь, умиротворяя его, говорит ему, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Тогда Господь говорит ему, «Ты негодуешь, что я не оттолкнул блудницу, но оказал ей внимание? Тебе досадно, что я не отверг грешнице, но принял? Тебе досадно, что я не прогнал, но оправдал? Тебе досадно, что я не разгневался, но смягчился? Тебе неприятно, что я желанную убежать от своих грехов. Я допустил к себе. Радоваться нужно было тебе, что она падшая восстала, а ты печалишься о хорошем исходе дела. Но твой гнев не основателен. Рассуди то, что я тебе скажу. Два должника были у взаимодавца, и один из них должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, так как оба они не имели, чем отдать. Взаимодавец возвратил им их расписки. Итак, который должен был любить его больше? Симон отвечал, думаю, что которому простил больше. Правильно ты рассудил, подтвердил Господь. И затем, обращаясь к жене, сказал, видишь ли сию жену, от которой ты совершенно отказываешься, когда я вошел в дом твой? Она не перестает омывать мне ноги слезами и волосами головы своей отирать. Ты целования мне не дал, а на с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Научись же, фарисеи, кто взаимодавец и кто должники. Я взаимодавец для вас обоих, тебя и ее, и не только для вас, но и всех людей. Я всем даровал то, что они имеют от меня, и душу, и дыхание, тело, чувство, разум, движение. Итак, проси, простить тебе долг взаимодавца, не требующий возвратить сполна то, что ты получил, чего ты и не мог бы отдать. Если же и отдать не можешь, и просить не хочешь о прощении, и не стыдишься при этом осуждать и суесловить, то молчи, по крайней мере, теперь, когда эта блудница, которая видит себя в большом долгу, сказала себе самой, что мне сказать или чем оправдаться. Если я захочу сказать, я не должна, он сам все знает, и сколько я должна, и с какого времени в долгу. Поэтому, зная, что он знает все, и что ни одно из сделанных ею зол не скрыто от него, она молча пришла со слезами, и сердце, исповедуя все долги свои, умилости вла Бога. Итак, молчи ты, фарисей, чтобы тебе Господь отпустил долг твой. Не суди, будучи сам подсудимым, ту, которая уже осудила сама себя, будучи сам ничтожным, не уничижай уничиженный уже, успокойся, ни в твоем долге, ни в ее я не имею нужды, но обоим я принес оставление долгов. Для обоих вас я взаимодавец человека любивый, и не только для вас, но и для всех, которым нечем отдать. Я ожидаю только, чтобы они сознали свой долг и попросили меня разрешить им рукописание долгов ради их покаяния. И кто из моих должников приходит к благодати крещения, тому ради нее отпускаются долги. Итак, вот вы получили в святом крещении прощение долгов и благодать ее освобождены от всякого обязательства. Не связывайте же себя опять новым рукописанием, раз уничтожено первое. А ты, Господи, Владыка, Иисусе Христе, так как отдать тебе то, что я должен, я не в состоянии. Во множестве своих беззаконий я растратил и основной капитал и проценты. Не требуй с меня того, что ты мне дал, ни основного капитала души, ни процентов тела, но облегчи мне тягость долгов моих, как человеколюбец. Скажи мне то же, что сказал блуднице, отпускаются грехи твои многие. Ты один ведь безгрешен, и благ, и человеколюбец, и прощающие грехи, и тебе подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным твоим отцом, и со всесвятым, и благим, и животворящим твоим духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...